И с ней на водою, под луною, молодою, за зеленой, вискою, мы с тобою. Церемония вручения премии «Родительское спасибо» началась с выступлений Самарского ансамбля «Русича». В этом музыкальном коллективе танцуют дети с ограниченными возможностями. Именно их родители говорят спасибо тем, кто помогает им справляться с непростыми ситуациями. Эта премия уникальна тем, что у нас, у родителей, есть возможность вывести свою признательность тем, кто не просто помогает нашим детям, а кто решает еще и важные системные вопросы, которые улучшают качество жизни семьи и с детьми с инвалидами, и со взрослыми родителями с инвалидами. Премия «Родительское спасибо» была учреждена Всероссийской организацией родителей детей-инвалидов в 2019 году. В 2022-м участие в ней приняли 46 регионов России, среди которых и Самарская область. В этом году претендентов на победу оценивали по 10 номинациям. В региональном этапе лауреатами стали 18 человек. Из них трое представлены к награждению медалями «Родительское спасибо». Руководителю департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары Ольге Слесаревой тоже вручили награду. Департамент организовывает специальные смены в лагере «Волжский Артек». Там дети с ограниченными возможностями отдыхают вместе с родителями. Настроение, конечно, замечательное. Спасибо им большое, что они пригласили на свое это мероприятие. Оно первое, во всяком случае, у нас в Самаре. Поэтому спасибо им огромное. Будем дальше взаимодействовать, сотрудничать. Все, что мы делаем, мы делаем во благо наших детей. Министр социально-демографической и семейной политики Самарской области Регина Воробьева удостоена федеральной премии «Родительское спасибо». Награды вручили и призерам вторых международных инклюзивных детских творческих игр. Их участники – особенные дети, подростки и молодые люди. Светлана Тимофеева, Константин Головин. События. Светлана Тимофеева, Константин Головин.